Научные разработки должны помогать промышленности. Яркий пример тесного взаимодействия ученых и бизнесменов сотрудничества Ивановского института химии растворов и компании «Интерлен». Совместными усилиями организации выработали стратегию производства инновационной продукции изо льна. Это такой хороший пример хорошего сотрудничества между промышленностью и наукой. И вот по этой причине мы здесь решили собрать не только представителей науки, но в основном в большей степени представители бизнеса, промышленности. И хотим показать то, собственно, к чему за это время длительного сотрудничества пришли наши организации. Изучением льноволокна в институте занимаются уже не первый год. За это время ученые разработали технологию, которая позволяет за несколько часов превратить грубые необработанные волокна в белоснежный лен, пригодные для дальнейшего использования. Заптентованный метод уже используют при создании медицинской ваты. Благодаря новым разработкам изо льна будут шить одежду, постельное белье и многое другое. Из короткого льноволокна, которое шло только на брезент, получается высококачественный продукт, который будет продаваться дороже, чем хлопок, а стоимость будет дешевле. Компания «Интерлен» планирует взять на вооружение изыскание ученых и вдохнуть в лен новую жизнь. В течение года на территории региона текстильщики хотят построить фабрику по переработке льна. Уже выбрали место в Кучешском районе. Предприятие позволит создать как минимум 160 новых рабочих мест. На первый этап зарплату у нас будет где-то около 22 тысяч. Но это для нашей местности нормальная зарплата. Дальше я планирую на втором году, когда мы выйдем на полную мощь, до 5000 тонн, то фактически, я думаю, зарплата будет до 40 тысяч у нас там. В последние годы об одежде изо льна ивановцы вспоминают, как правило, лишь во время фестиваля «Льняная палитра». С открытием фабрики по производству льняного полотна ассортимент предприятий в текстильном крае может значительно поменяться, причем в лучшую сторону. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова